Всем любителям корейской косметики большой привет! Сегодня у меня будет отзыв на увлажняющую пенку от бренда Миша. А вообще я обожаю такие моно-отзывы, когда одному продукту я могу посвятить целое видео. Когда я вижу чрезмерный ажиотаж вокруг какого-либо продукта, я стараюсь познакомиться с ним лично, для того чтобы убедиться, что вот это вот чрезмерное любопытство, оно обосновано. И как раз эта пенка и относится к категории тех продуктов, которые вызвали у меня интерес. Насколько мне известно, пенка выпускается в двух объемах. Это 200 и 100 миллилитров, которые сейчас у меня в руках. Оба объема оснащены удобной флип-крышкой, имеется такое приятное спокойное оформление. В принципе к аромату тоже никаких замечаний нет. Для меня это что-то похожее на запах свежести. Хотя я конечно немного улавливаю такие вот химозные нотки, но всему виной скорее всего мое чуткое обоняние. Консистенция у нее не плотная и не густая, что-то напоминающее сметану. Пенообразование среднее. Ну и теперь по составу. Сам производитель делает особый акцент на то, что сюда входит аж целых 10 видов гиалуроновой кислоты. И даже сей факт он вынес на саму тубу. Для того, чтобы состав вами воспринимался легче, я его прикреплю вот куда-нибудь сюда на русском языке. И вы можете обратить внимание, что он был скорректирован таким образом, чтобы минимизировать вот это вот негативное воздействие на кожу. И вообще вот если посмотреть, то компоненты, которые входят в состав данной пенки, в принципе не так уж и плохи. Пенка довольно универсальная. Я могу ее использовать как утром, так и вечером. Она неплохо избавляет от остатков гидрофильного масла и щербета. Хотя может немного пощипывать глаза. Возможно это связано с тем, что сюда входит лимонная кислота. Хотя могу я конечно и ошибаться. Просто защищайте свои глаза. Старайтесь их не открывать во время умывания. При этом кожу она успокаивает. Увлажнять нет. Все-таки не увлажняет, а наоборот даже немного стягивает. Но это не критично. Ну вообще по этому поводу я могу высказать свое мнение. Вы можете с ним не согласиться. Если продукт для умывания вашу кожу хотя бы немного не стягивает, то он ее просто не очищает. Причем когда продукт после умывания вашу кожу стягивает или сушит, это абсолютно две разные вещи. Да и потом, после умывания я долго своей коже страдать не даю от обезвоживания. И сразу приступаю к следующему этапу ухода. Поэтому она даже ничего не успевает сообразить. Ну что ж, очищение эта пенка дает хорошее. Особенно если ее использовать по назначению. Так как все-таки это такой продукт, который предназначен не для демакияжа, а в первую очередь для умывания. Расход у нее экономичный. И никаких нежелательных реакций на кожу в виде аллергии, высыпания, покраснений она не вызвала. Возможно и весь ажиотаж вокруг нее немного преувеличен. Но как пенка она мне подошла. Продукт мне понравился. На этом у меня все. Всем пока и до встречи в следующем видео.